Недоступная доступная среда. Вот чем нередко оборачивается программа, которая направлена на создание беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к больницам, отделениям почты, банкам и другим зданиям. Подробнее о полосе препятствий под названием Чебоксары Ольга Пырочкина. Рост нашего корреспондента метр семьдесят два сантиметра. Высота человека, сидящего в коляске в среднем один метр тридцать сантиметров. А значит до кнопки вызова персонала, которая бы помогла ему попасть в городской клинический центр, он просто не дотянется. По нормам она должна располагаться на расстоянии восьмидесяти пяти ста сантиметров от пола. Следующий пункт. Церковь в юго-западном районе. Попасть на территорию церкви инвалид-колясочник сможет. А дальше рассчитывать нужно, видимо, только на Господа Бога. Ни пандусов, ни других приспособлений нет. Чтобы набрать сотни таких антипримеров, не нужно выезжать даже за пределы одного микрорайона. Но двигаемся дальше. Железнодорожный вокзал, ворота города для кого-то неприступные. Нарушения начинаются сразу же на парковке. По закону для инвалидов должно быть предусмотрено 10 процентов машиномест. Здесь, согласно знаку, одно. Все было бы по правилам, если бы в общей сложности парковочных мест было 10. Мы, как видим, на данном месте у нас не менее 30 парковочных мест. Нами будет установлен владелец данной стоянки, будет составлен акт выявленных недостатков и будет выдано предписание на устранение нарушений. Предположим, припарковаться удалось. Направляемся к зданию. При подходе к любому объекту социального назначения, в первую очередь, должна быть кнопка вызова. На контрастном фоне, в доступном расстоянии, на доступном месте. Как мы видим, кнопки вызова у нас нет. Пандус. Ширина между поручнями пандуса должно быть 900 мм. Здесь у нас состояние 1100 мм. Поручни должны располагаться на высоте 70 см, что соответствует нижнему уровню. И на высоте 900 мм. Как мы видим, нижний поручень у нас соответствует высоте, а верхний поручень не соответствует нормам. По мнению эксперта, данный пандус вообще одно сплошное нарушение. Поверхность неровная, разворот. Не на горизонтальной площадке, как положено. Пока колясочник преодолеет все эти созданные для него удобства, может произойти, как в песне. Вагончик тронется, перрон останется. Не так-то просто заплатить налоги и спать спокойно. Кнопка вызова специалиста у здания налоговой по улице Базарная есть, только не работает. Да, в течение двух дней у нас кнопка не работала. Мы написали там кнопку, что действительно не работает в данный момент. Но мы решили проблему другим путем. У нас велось в виде наблюдения, начиная со шлагбаума до подъезда лестницы. Выходят специалисты. При желании они могут даже оказать помощь прямо в машине, не выходя из машины. Специалист может в машине выйти. Или же мы их помогаем подняться по пандусу и оказываем все услуги. К моменту выхода репортажа кнопку уже починили. Но гораздо больше случаев, когда нарушения исправляются только после выданных предписаний или наложных штрафов. Впрочем, эти меры вряд ли исправят то, что условия для инвалидов у нас создаются во многих случаях условно, для галочки. И наша доступная среда остается недоступной. Ольга Пырышкина, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин. Республика.